Это новости на RTVI, в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Мы будем бить вас на вашей земле. Новые угрозы от террористов, на сей раз от Аль-Каиды. Практически списанная со счетов экстремистская группировка, похоже, решила напомнить о себе. Последователи Усама Бен Ладена выложили в интернет видео с обещанием устроить новые теракты. Под прицелом две европейские страны, Италия и Испания. Угроза, в частности, нависла над Римом, Неаполем и Мадридом. Моя коллега Нина Шамуге о вероятности новых атак исламистов на Европу. Атаки на Париж готовились в Брюсселе. Федеральная прокуратура Бельгии сегодня заявила о том, что в ходе рейда 10 декабря в одной из столичных квартир полиция нашла взрывчатку и пояса шахидов с отпечатками пальцев Салаха Абдеслама. Ключевой подозреваемый в организации ноябрьских терактов во французской столице, жертвами которых стали 130 человек, до сих пор разыскивается. В ноябре и декабре прошлого года правоохранители Франции и Бельгии провели множество рейда, в ходе которых изъяли нелегальное оружие, а также задержали подозреваемых в связях с исламским государством. Именно эта группировка взяла на себя ответственность за теракты в Париже. Во время одной из операций французским спецназом в пригороде Сен-Дени был убитый вдохновитель череды террористических атак 13 ноября – Абдельхамид Абаут. Но расслабляться спецслужбам не стоит. В Бельгии ждут терактов. Местные власти даже знают, когда именно произойдет атака – 15 января. Федеральный прокурор Фредерик Ван Лев объясняет, для экстремистов некоторые даты имеют символическое значение. А в этот день, ровно год назад, в городе Варфье бельгийская полиция провела крупный антитеррористический рейд. Спецоперация обернулась перестрелкой с членами местной экстремистской ячейки. В результате два исламиста были убиты, еще восемь задержаны. По версии бельгийских правоохранителей, члены группировки готовили нападение на комиссариаты полиции и здания госслужб. Подтверждением слов бельгийского прокурора о том, что даты для экстремистов имеют символическое значение, является вчерашний инцидент в Париже. В годовщину теракта в редакции газеты «Шарли Эбдо» неизвестный с ножом для разделки мяса и муляжом пояса шахида под крики «Аллаху» Акбар попытался ворваться в здание полицейского комиссариата. Мужчина был застрелен. Стражи порядка нашли в его вещах листок с символом группировки «Исламское государство» и записку на арабском языке. Позже появились сообщения о том, что нападавший – 20-летний выходец из Марокко Али Салах. Ранее он задерживался французскими полицейскими за кражу. «Я не могу сказать, что существуют чёткие доказательства непосредственного членства Али Салаха в рядах группировки «Исламское государство». Вместе с тем, совершенно очевидно то, что застреленный разделял идеологию ИГИЛ, о чём свидетельствуют как его личные вещи, так и обнаруженная при нём записка. По отпечаткам пальцев мы также установили, что преступник не раз попадал в поле зрения французских правоохранителей. После многолетних наблюдений социологи подытожили. Если Аль-Каида импортировала террор на Запад, то ИГИЛ порождает терроризм прямо в Европе. По данным МВД Пятой Республики, 1683 француза причастны к джихадистским группировкам. Они родом из разных городов и сёл. К примеру, один из смертников, Семи Амимур, подорвавший себя в концертном зале Батаклан, хорошо учился в школе. Получил аттестат о среднем образовании, работал водителем, любил слушать 50 Cent. Его знакомые не могли поверить то, что он мог стать террористом. Амимур был обычным человеком, невидимым джихадистом Мэйлим Франц. Эксперты заключают, если раньше в террористы шли молодые люди, имеющие судимость, теперь на тропу джихада вышли и представители среднего класса. Наблюдается рост привлекательности радикального ислама, как верой угнетённых. Именно так чувствуют себя те, кто, живя в Европе, не смог за многие годы интегрироваться в общество. Айгил, впрочем, как и Аль-Каида, умело пользуется этим и извращает религиозные постулаты ислама, вызывая негодование духовных лидеров-мусульман. Нина Шамуге, RTVI Меры безопасности в связи с угрозой теракта сегодня были усилены в Тель-Авиве, и в его окрестностях правоохранительные органы Израиля получили оперативную информацию о возможной атаке. Сразу после этого на дорогах появились блокпосты, а к обеспечению порядка были привлечены дополнительные силы. В СМИ тем временем появилась информация о готовившемся покушении на премьер-министра страны Бенямина Нитаньягу. Возможными исполнителями должны были стать члены ячейки террористической группировки Хамаза, задержанной спецслужбами в прошлом месяце. Арестованные палестинцы планировали серию терактов. В частности, они собирались взорвать бомбу под помостом, с которого должен был выступать Нитаньягу. В Европе тем временем полным ходом расследуют сексуальные нападения, совершенные предположительно выходцами из стран Северной Африки и Ближнего Востока в новогоднюю ночь. Самый большой резонанс вызвали инциденты, произошедшие в германском Кёльне. Там, как сообщается, в бесчинствах участвовали около тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин арабской внешности. Они грабили женщин и подвергали их сексуальным домогательствам. Позже стало известно, что похожие нападения были совершены и в других городах Европы, в частности, в Хельсинки, Цюрихе и Вене. Теперь СМИ утверждают, что большинство из нападавших были беженцами. Власти ФРГ уже пообещали депортировать всех иностранцев, причастных к преступлениям. На прилавках германских букинистических магазинов появился главный труд Адольфа Гитлера. В продажу впервые за 70 лет поступила книга фюрера «Mein Kampf. Моя борьба». Правда, аннотированная. Подготовил публикацию Институт современной истории Мюнхена. И, как настаивают авторы, исключительно в научных целях. Книга содержит 3,5 тысячи примечаний экспертов. Пояснения с исторической точки зрения объясняют принципы национал-социализма, что, по задумке составителей, должно помешать популяризации книги в оригинальном варианте. Впрочем, публикация политического манифеста Гитлера все равно вызвала критику правозащитников и еврейских организаций. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках на РТВ и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова